Здравствуйте, это вечернее шоу Вятка Тодэй. И пока вы разбираетесь, кто прислал вам вчера Валентинку, мы расскажем, чем порадуем сегодня. В студии Александр Сорокин смотрите в сегодняшнем выпуске. Неожиданно для понедельника рубрика порадовала. Ходила в магазин, иду обратно и смотрю, здесь работает этот бульдозер, расчищает. Ну, думаю, наконец-то. Детские стишки в рубрике «Дичь дня». А также пристроим вместе обаятельного пушистика и поговорим с детьми о настоящей любви. Дядь, тебе хорошо с человеком. Тянет к нему? Умная какая! Все мы помним историю дружбы козла Тимура и тигра Амура. Козла завели в клетку с тигром, тот его не съел, они подружились, об этом знает весь мир. Так вот, как всегда, хорошей мужской дружбе помешала дама. Фотография невесты козла Тимура, пожалуйста, Манька. Как закончится эта история, будет ли отпускать Манька Тимура в гараж с Амуром, неизвестно. Но новость радует, примерно так же, как и радует рубрика «Порадовала». Улица Цеховая, дом номер 8 и дом номер 10. О них мы вам рассказывали ровно неделю назад. Из подъезда выйти нельзя, из подъезда зайти тоже нельзя. Это же издевательство над народом. Деньги-то берут, уже наболело до того, что уже не знаешь, куда обратиться. Жительница соседнего, 10-го дома, благодаря такой дороге открыла в себе гимнастические способности. На голове ходим. На голове? А как? Упадешь в голову и туда. Оно же все тут трехленно, а ходят-то все пожилые. Ноги расшипелят и туда носом. Хоть дорогу бы кто-нибудь раскрыл. Сегодня 15 февраля, и наконец-то эти оба двора почистили. Жильцы не могут нарадоваться этому долгожданному событию. Да как не рады? Конечно, не рады. Конечно, хоть ходить, по крайней мере, можно. Он сын стоит с машиной, выезжает, слава богу. А то до этого все на дороге стали. Не знали, как проехать там-то. Вообще было тропиночка. Но сейчас-то нормально, ничего не скажу. И все вместе вспоминают, как расчищали их двор. Ночью трактор ходил. Да. В вторник или в среду где-то. Потому что я ходила в магазин, иду обратно и смотрю, здесь работает этот бульдозер, расчищает. Но думаю, наконец-то, в кои веки вспомнили. И теперь жильцы наконец-то знают, кто же все-таки обслуживает их дома. Ну, это вот новое нас домоуправление взяло 25+. И снова радуются таким положительным изменениям. Теперь дворничек встал, тут маленечко подметает. Ура! Наконец-то чистота пришла во двор дома номер 8 и 10 по улице Цеховой. Оксана Стяжкина, Максим Скачилов. Программа «Вятка Тудей». Преподавательница Кубанского госуниверситета перешла на работу в порноиндустрию. В принципе, ничего не изменилось, и там и там ей приходится ставить зачет-незачет. А чем ответят этому заголовку кировские новостные порталы, узнаем в рубрике «Дичь дня». Рады представить вам новостную муку, которую мы тщательно просеяли через информационное сито. Рубрика «Дичь дня». Первый заголовок. Кировские улицы превратились в сплошной каток. А каток, как вы знаете, место, где играет музыка. В нашем случае это штраус. Вальс «Голубой Дунай». Следующий заголовок. В Кирове стартует масштабный проект «Чувствуй звук». Некоторые кировчане его уже почувствовали. Продолжим наш новостной серфинг по интернет-порталам города. Следующий заголовок. «Бизнес-вумен из Амутнинского района завела верблюда». Скорее всего, покупка сопровождалась словами «Устала я весь бизнес на одном горбу тянуть». Куплю-ка еще два. Еще одна новость. Цискоридзе научит кировчан танцевать балет. Тоже мне первопроходец. Шикарные растяжки и эффектным гран-плие лицом облет. Нас учит улица. Сенсация, шок, громкий заголовок. Кировчанин украл из магазина арбалет. Сам по себе заголовок напоминает стихи про маленького мальчика. Достал кировчанина шумный сосед. Сходил в магазин и украл арбалет. Теперь ему светит срок до двух лет. Зато приутих его шумный сосед. И да, произошло это в день Святого Валентина. Мы надеемся, что этот длинноволосый Амур не будет бегать по Кирову с арбалетом, пронзая сердца украденными стрелами. Вы смотрели рубрику «День дня». Какие новости? Такая и рубрика. То есть классная? Замечательная. В последнее время в интернете стало популярным искать двойников знаменитым людям. Вот, пожалуйста, с недавних пор политик Дональд Трамп и его пес-двойник. Или известный актер, который сыграл Росомаху Хью Джекман и его двойник из «Мира животных». Желаете пополнить список этих фотосходств? Станьте хозяином чаровашки из рубрики «Пристроим вместе». Щенок Гоша. Добрый, активный, любит, когда его гладят. Ему сейчас пять с половиной месяцев. Он очень ласковый, нежный, домашний мальчик. И поэтому желательно его отдать в квартиру, летом в сад. Можно пенсионерам, можно людям, молодым, в семью. Потому что он очень любит детей, любит играть. И очень готов уже попасть в добрые руки. Если вы хотите стать новым хозяином для Гоши, звоните по номеру 75 97 75. Вчера новостные ленты всех социальных сетей пестрили фотокарточками. Этот букет из 101 розы мне подарил мой возлюбленный. Этот айфон 7S Plus 3000 мне подарил мой Валентин. Люблю его. Хэштег «Любовь», хэштег «14 февраля». Так отмечают этот праздник взрослые. А как его отмечают дети, расскажет вам Оксана Стяжкина. Праздник, у которого нет возраста, много поцелуйчиков, улыбок, радости. Все это день всех влюбленных. У-у-у-у. Есть ли у тебя возлюбленная? Есть. Но в классе только не помню, как зовут. Познакомилась со мной, сказала привет. Ты красивая, я ей ответил привет. И вот. День семейных огоньков, мы их так назвали. Но на самом деле мы ждем и единичные половинки, которые ополовинены. Они придут к нам и, может быть, найдут вторую половинку. Что ж такое любовь? Любовь – это чувство, которое возникает между двумя людьми разных полов. И передается с еще большей силой. Другим парам. Ну, надеетесь сегодня. Надеетесь сегодня найти. Только кашаньте. Суну парочку вторую. Друзья, мы делаем совершенно волшебные фонарики. Если загадать желание, желание написать, они всю ночь очень волшебным светом говорят, горят и забывают желание. Желания могут быть совершенно разные. Волшебство. Мигает еще. Как это по-кошачьей признаваться в любви? Как вот нужно поздравлять, как считаешь? Нет, нет. От Волги до Енисея. От души. Сейчас есть возможность признаться в любви. Хочешь признаться? Но его тут нету. Камеру он увидит. Ну, Матвей, я тебя люблю. От души. Как намекнуть, что любишь? Ой, какой ты хороший. Хороший. Снимаюсь в тебя, попадешь. От души. Я с тебя хорошо с человеком. Тянет к нему? Ну, я какая. От души. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Если вы обладаете ценной информацией, в рамках закона присылайте ее в нашу редакцию. Наша почта вятка туда и собакамейл.ру. Наш телефон 54 18 19. В студии был Александр Сорокин. Увидимся завтра. Пока.